Доброго здоровья, уважаемые посетители канала! В первую очередь, позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы активно принимаете участие в поддержании канала, проявляете благотворительность. И это, я думаю, скажется положительно. На нашем общем существовании поднимет уровень нашей жизни. Итак, в свою очередь я стараюсь рассказать лучшее, интересное и полезное для вас. И вот мне попалось вот такое вот видео. Давайте мы его послушаем вместе с вами. И я прокомментирую отдельные моменты. Итак, начнем. Уважаемые зрители, добрый день. Сегодняшний выпуск обещает быть особенно интересным. Продолжаем битву за наше с вами здоровье. В эфире у нас в гостях Александр Алексеевич Редько, общественный деятель, профессор, доктор медицинских наук. Александр Алексеевич, рады видеть. Здравствуйте. О чем сегодня у нас будет речь? Доброго здоровьица. Ну вот послушаем, что обычно люди все любят, чтобы человек, имеющий официальное образование, знания, чтобы он поделился. Что он нового скажет, что мы можем воспринять для себя. Ну и я дополню. Итак, учитывая пожелания наших слушателей, я почитал комментарии. Надо выразить благодарность всем за активность, за участие, за комментарии. Ну может быть нас с вами излишне хвалят. Мы можем зазнаться с вами, а зазнайство – это не лучший повод для здоровья. Но тем не менее, говорят еще и о лечении. То есть мы с вами говорили о здоровье и рассматривали его варианты, варианты его поддержки и оздоровительных технологий. И вот интересно, а что за варианты и что за технологии лежат в поддержании здоровья населения? Мы говорили о привычках, о вреде, которые наносят привычки человеку, и что часто они являются причиной не только болезни, но и печального исхода, окончания жизни. Ну что, что касается привычки, я с этим согласен. Все эти привычки лежат в первую очередь в нашем воспитании. Как человека воспитывают? Вот с самого, будем говорить, рождения. Какие прививают полезные привычки? Или он просто-напросто растет и смотрит, как ведут себя взрослые за столом, общаясь между собой, и все это принимается в модель их поведения. И потом, естественно, все это во взрослой жизни он сам, не понимая этого, транслирует. Он становится таким же. И если привычки были не совсем полезные, а, допустим, там, покуривали, там, грубо говоря, там, частенько пивком баловались и прочее, 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 ругались, то все это отрицательно сказывалось на здоровье родителей. Ну и, естественно, дети, которые все это принимают, они также будут болеть тем же. И привычки отвлекли нас довольно сильно от еще одного аспекта. Но если есть здоровье, то есть и болезни. Болезни – это какое-то неблагополучие. И в одной из своих лекций, не помню уже в какой, я говорил о том, что до революции 1917 года в стране насчитывалось 985 заболеваний. Ну, плюс-минус. Кто что говорит? О! 985 заболеваний насчитывалось до революции в России. А так как я интересовался проблемами здоровья, начиная с Рождества Христова, а то и раньше, да, Авиценна, вернее, Авиценна – это тысячу лет после Рождества Христова, а этот Гиппократ и так далее, отец медицины, все это рассказывали, закладывали. Так вот, я интересовался, ну, невольно, вернее, мне врезалась в память, когда я работал над книгой «Средневековый трактат по медицине тибетский» «Вайдурья-Онба», ну, «Голубой берилл» так называют. Так вот, там, там они насчитывали 144 заболевания. Представляете, 144 было. А тут уже, смотрите, 980 с лишним. Ну, послушаем дальше. Ну, в общем-то, меньше тысячи. И мы упоминали также о том, что вот в конце 20-го века в МКБ, это медицинская классификация болезней международная, там было уже порядка 9,5 тысяч. А, 9,5 тысяч. И вот, лично мне интересно, это что вот, что-то новое появляется? Или что они просто-напросто, как бы сказать, уже от каждого микроба считают, что это заболевание? Ну, давайте послушаем. А тогда, если от микроба, от вируса все это считать, одних там, грубо говоря, вот взяли простуда только раз, одна простуда с соплями, с температурой и так далее. Ну, если ее начинать подразделять на, там, свиной гриб, птичий гриб, там еще какой-нибудь, еще какой-то, еще какой-то и так далее, и так далее, то, естественно, сразу из этих простуд огромное количество появляется, разновидности. Слушаем дальше. В 10-й МКБ, МКБ-10, было уже 35 тысяч заболеваний. Сейчас подготовлено 11-й МКБ, там уже 55 тысяч заболеваний. Скоро их будет больше 100 тысяч. И, вы знаете, вот послушаем дальше, конечно, но вот когда 100 тысяч заболеваний, и вместо того, чтобы как бы все это скомпоновать по причинам, следствиям, по степени, там, грубо говоря, поражения и так далее, и так далее, чтобы было понятно, как это работает, их, наоборот, вот вываливают огромное количество, и человек, естественно, не поймет, ё-моё, нашли там что-то такое-сякое, и пятое-десятое, о чем наши бабушки и дедушки слыхом не слыхали, естественно, ничего там не знают, не понимают, и человек, человека ставят в тупик. Я считаю, преднамеренно ставят в тупик. Послушаем дальше. Короче говоря, они растут в геометрической прогрессии, находят все новые и новые патологии. Если мы все будем лечить лекарствами, то представьте себе, сколько нужно лекарств. Если мы все будем лечить хирургическими какими-то другими способами, то... Ну да, представьте, на каждую болячку надо конкретное лекарство. Я как раз вот столкнулся, слушал, как один мой знакомый заболел, и специально, значит, делали анализы, чтобы выявить, какой, грубо говоря, микроб, вот, вызывает это заболевание. И против этого микроба, значит, создать специальное лекарство. А у меня такой, знаете, сразу вопрос. Стоп, позвольте. А вот, допустим, смотрите, если мы берем керосин, в котором не живет ни один микроб, ни один грибок, почему бы его не использовать против гноеродной инфекции? Сразу вот сколько там этих стафилококов есть, сколько там этих грибков есть и так далее. Или же, вот, следуя ихней логике, надо вот, значит, найти вот этот вот микроб, их все там больше, 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 значит, и против него, значит, сделать антибиотик. Что антибиотик только на него действует, а вот на этого не действует. Следующее, следуя ихней логике, либо же, следуя, допустим, моей логике, используя такое средство, которое было бы безопасно и давным-давно проверено для организма, и в то же время она косила все подряд, все эти грибки, все эти микробы, которые там отрицательно имеются в организме. Я думаю, такой подход гораздо лучше, оправданнее, нежели вот что-то там такое искать, придумывать. Но может ученым делать нечего, им надо вот такими вот вещами заниматься, знаете, чтобы... Мы просто не справимся. Нужно ли заниматься вот этой вот огромной работой, загружать медицинских работников, если отношение человека к здоровью еще не поменялось в ту сторону, в которую нужно. Вернее, оно поменялось, но ухудшилось. Видите, оно ухудшилось. Ухудшилось, это вместо естественных продуктов питания выращиваются генно-модифицированные вот эти все, то есть на основе генно-модифицированных растений, дальше уже, если там животные там используют их и прочее, это все уже изменено. Плюс, ну, на это можно закрыть, значит, глаза, плюс, дальше вступает в свои права, это пищевая промышленность. Пищевой промышленность надо сделать то-то, 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 грубо говоря, чтобы там продукт хранился, чтобы он приобретал какие-то качества, чтобы его там разрыхлить, еще, 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 и так далее и тому подобное. Уже это делает нас нездоровы. Плюс, само общество с его законами принимаются такие законы, идет рост цен, падает материальный уровень, все это тоже как-то на нас отражается. То есть погоня за какими-то прибылями ведет к тому, что на здоровье, на экологию, на отдельного человека просто-напросто ставится крест. Вот, когда я приехал в 78-м году в Ленинград, тогда он Ленинградом назывался, меня, хоть я уже был из первой категории, но меня не взяли в стационар, потому что я оказался лимитчиком. А лимитчиков не брали, поэтому мне пришлось сделать шаг назад и поработать в поликлинике там два с половиной года. А поликлиника обслуживала как раз вот Невский проспект, и старый работник, медицинская сестра, которая работала до войны в этой поликлинике, и вот при мне она работала, она рассказывала, как они из поликлиники выходили на улицу и засывали людей в поликлинику, потому что поликлиника стояла пустая. Не любили лечиться, не знали, что можно сходить в поликлинику, полечиться и обследоваться. Жили как-то без этого. И по многу детей было, и здоровые были. Так вот, сколько нужно лечить болезней из этих 55 тысяч заболеваний? Я думаю, что... Давайте послушаем, сколько из этих 55 тысяч заболеваний надо лечить. Вот, к примеру, к примеру, я не буду утверждать, просто к примеру. Вот, некоторые считают, что если какая-то часть онкологии образуется за счет грибницы, то есть грибок растет и начинает, значит, грубо говоря, развиваться в организме человека, и, в конце концов, возникает опухоль. И согласно, значит, вот, итальянского, значит, онколога, который сказал, что я, он сказал, лечу все виды онкологии на любой стадии с помощью пищевой соды. Он лечит. Это было воспринято сообществом врачей как какое-то, знаете, вот профанациям. Этого не может быть. Так нельзя лечить. И с ним довольно-таки жестко разобрались. Ну, давайте слушаем дальше. Порядка двух-двух с половиной тысяч лечить нужно в больницах, поликлиниках врача. Врачи будут прописывать те или иные лекарства. Вот видите, врачи будут прописывать те или иные лекарства. Человек в течение жизни, вот он же не болел какой-то, допустим, гипертонии у него не было, у него не было сахарного диабета, у него не было еще какой-то там почешухи, там, геморроя, или еще там варикозного расширения вен. У него не было этого. А потом, рубрик 40-ка, к 50-ти годам появилось. Вопрос. Это что, неизбежно появляется? Либо это следствие неправильного образа жизни. Ведь есть люди, которые, грубо говоря, не болеют и в 70 лет, и в 80 лет они не болеют. И еще как огурчики. Только не надо говорить, это, мол, гены, это, мол, это самое, родословня и так далее, так далее. Может, они что-то по-другому относятся, ведут? Либо же это действительно надо лечить лекарствами. То лечение с помощью вот этих вот таблеток, пытаясь что-то скорректировать, сахар, повышенное давление, там, грубо говоря, вены на ногах, там еще что-то, сердечный ритм, головные боли откуда-то возникают, тот же запор, допустим, да мы там тебе это... Они оставляют свои, будем говорить, следы, подействовало, вещества распались, будем так говорить, лекарства подействованы, оно же должно выводиться. А наш организм, ну, это такое образование, что он не только выводит, но еще и накапливает все это. Часть выводит, часть накапливает, и в течение жизни создается такой, будем говорить, такая свалка в организме, что он начинает уже совершенно другими болезнями болеть от этого лечения. Может быть, вот это для людей, которые хотят быть здоровыми, может быть, им легче изменить образ жизни, для того, чтобы не порождались болезни, не порождались вот эти семена болезней, которые потом с помощью лекарств надо лечить. То есть, вот эта мысль, она закрадывается в умы людей, потому что, если вначале люди не желали лечиться, как он говорит, в начале там 30-х годов прошлого столетия, не знали, что это там такое, у них все это там народная медицина была, выживали только самые крепкие, то теперь, теперь начинается поворот, вот, ага, вроде как, начали сначала лечить, доверять врачам и так далее, а потом понимаешь, что что-то это такое. Он в Басинашвиле рассказывает, что он в течение 30 лет страдает гипертонией, как он там борется и так далее, а можно, будем говорить, все эти проблемы как-то решить, если знать, от чего они возникают. Я думаю, что вот этих вот людей, разумных, по-настоящему разумных, становится все больше, больше и больше, которые хотят не болеть и не лечиться, они хотят быть здоровыми. И в конце концов, чтобы вот медицина начала платить не за лечение, а за то, что человек здоров, он просто-напросто здоров, благодаря тому, что, допустим, какая-то там, грубо говоря, там клиника, взяла его, ведет его, рекомендует питание, рекомендует образ жизни, мышление, отдых, какие-то, грубо говоря, обследования делает, и рекомендует не с помощью лекарств, как это там сделать, а с помощью образа жизни, а покрыть его вот так, а покрыть его вот это, а, получается, получается, и вот за это, вот за это-то, и брать денежки, а не за то, что лечение лечат, 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 и вместо одной болезни возникают две, вместо двух возникают три, и так далее, то есть организм накапливает сети лекарства, и идет в разнос. И я хочу сказать, что чаще всего это не очень хороший выход. Лечение лекарством – это лопатия. Вот, это не хороший выход. Ну, вот, интересную умную мысль высказали, и это значит, что какой-то химический препарат мы будем в организм человека, и он должен взаимодействовать там с целым рядом наших биохимических реакций. У нас есть такой цикл Крепса, где все наши белки, жиры, углеводы переходят одно в другое. Такой целый реактор, этот организм. В этом организме мы должны воздействовать на какую-то определенную функцию, какой-то таблетки, когда же на все будет действовать. Вот. Вот золотые слова. То есть мы пытаемся с помощью химического вещества воздействовать. И даже, знаете, если это естественное вещество, растительное вещество, здесь просто организм как бы привык к растительности в течение всех этих тысячелетий, элевационного развития своего, а вот к химическим он не привык. И настолько сложный у нас вот этот цикл там Крепса и прочее, 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 прочее там идёт биологически, что, пытаясь скорректировать что-то, мы непременно можем ухудшить работу совершенно другой функции, которая до приёма лекарств работает нормально. И вот тут опять-таки возникает вопрос, а с помощью чего вот эту функцию, которая, грубо говоря, там давление повысилось, там сахар повысился, там с помощью чего можно повлиять? Особенно на начальном этапе, пока это не стало жёстким. Естественно, с помощью тех средств, которые всё это порождает. С помощью образа жизни. И опять я за то, чтобы клиники развернулись, не брали анализы. Они взяли анализы, они там сказали, да, у тебя то-то, то-то, то-то. А как это скорректировать назад? И вот как раз профессор говорит, что если мы пытаемся корректировать, то мы вот та гармония, гармония, которая у нас имеется в организме, неизменно нарушается внесением лекарств. Даже пища воздействует на это, не говоря уже о лекарствах. Поэтому надо грамотно питаться и тем, что наш организм может переварить, усвоить и выделить. Мы ввели в организм, и у нас нет такого атласа. Вот ты съел анальгин, как анальгин подействовал на почки, как он подействовал на сердце, как он подействовал на другие органы. Такого нет. Приблизительно что-то мы понимаем. Это действует на то, это действует на такую-то систему. Но мы ставим организм порой в тупик, тем, что вводим туда целую пригоршку, непонятно чего. Они еще и сами друг с другом взаимодействуют. Это надо иметь великого фармакотерапевта, который бы... Вот смотрите. Мы опять-таки свято верим в науку. И примерно наука там, грубо говоря, на простейших вот этих вещах, она считает, что вот это вот так действует, это вот так действует. А на самом деле получается, и вот как раз профессор говорит, на самом деле мы это не знаем. Для нас это вообще, будем говорить, терра инкогнито, земля неизвестна. Мы не знаем, мы что-то пытаемся там сделать, сделать, якобы улучшение. И на первый момент это кажется улучшением, а грубо говоря, пройдет какое-то время, и оказывается, что это улучшение обернулось с обратным знаком, да еще раза в два-три хуже, чем было до этого. Я уже не говорю о том, что пытаются залезть в генетику, и мы там что-то поменяем, гены, хромосомы и так далее. Тут вообще они ничего не понимают. Ну вот, вот как бы сказать, видят вот этот результат, и думают, ага, вот это вот так она будет. А что в перспективе годовой и дальнейшей все это происходит? Никто этого не знает, никто это не понимает. Потому что у Мишка вот такой вот, который видит, как муравьишка, он видит вот настолько. А что вот там творится, он абсолютно не знает. Понимал, какую таблетку с какой нельзя употреблять. Что-то мы знаем, но в целом знаем меньше одного процента того, что нам нужно. Поэтому возникает вопрос, вот что такое аллотерапия, что такое таблетки? Ну, некоторые говорят, что таблетка или медицинский препарат это протезирование той или иной функции. Ну, у нас, скажем, возникла у человека гипертоническая болезнь. Давление повысилось. Почему оно повысилось? Ну, потому что атеросклеротические обляшки сузили просвет сосуда. Это один из вариантов. То есть давление повысилось, может быть, от самых различных причин. Вот смотрите, если давление потихонечку там повышается, один, как бы сказать, из вариантов из того, что сосуды у нас забились вот этими атеросклеротическими бляшками. Это один вариант. И тут одно, как бы, лечение надо бы сосуды вообще очистить. Да? А почему она образовалась? Опять-таки, никто ничего не знает, почему там вот эти вот отложения от этого самого холестерина этого в сосудах. Совсем другое дело, когда от волнения у нас происходит сжатие мускулатуры внутри стенок артерий, и они повышают, из-за этого повышается давление. Тут надо как бы расслабить. То есть, это как бы другой подход должен быть. Ну, послушаем. Интересно. И уже к мозгу, к сердцу, к жизненно важным органам крови не поступает столько, сколько нужно. При том давление, которое было 120 на 80, не хватает. Но организм же соображает, что нужно делать. Включает свои ресурсы, включает всевозможные там ферменты, ангиотензины, которые создают повышенное давление, сосуды, напрягаются, давление повышается, и к нужному органу кислорода поступило столько, сколько надо. То есть, мы регулируем таким образом поступление крови туда, куда нужно. Я бы даже не сказал, что мы регулируем поступление крови туда, куда надо. Вот эти все лекарства, они просто, грубо говоря, ага, надо поднять давление, значит, просто давление поднимается, и как правило, давление, если мы состоим из жидкости, то во всей вот этой вот кровеносной системе у нас повышается давление. Это тоже надо понимать. то есть, мы не можем поднять давление с помощью, грубо говоря, таблеток в этой руке, в этой ноге, а в остальном сделать нормальным. Или там в голове там поднять, а в остальном и того хватит. Такого нету. А если попался терапевт, который не разобрался ни в чем, что он делает? Он снижает давление. Он снизил давление ишемия, то есть не хватило кислорода сердцу, возник артмиокар. Вот и все. То есть, мы помогли возникнуть тому или иному заболеванию. Я упрощаю картину. На самом деле все гораздо сложнее. И врач сегодня, имея по полторы-две тысячи новых названий в мире лекарств, находится в очень тяжелом положении. Ему нужно во всем разобраться. Ему нужно владеть названиями. Ему нужно владеть огромной информацией, постоянно учиться. Вот, позвольте. Смотрите. Постоянно учиться и так далее. Владеть чем? Совершенно ненужной информацией о действии там, вот этой тысячи, полутора тысяч лекарств. А если знать закономерность, что у нас большинство заболеваний начинает возникать за счет того, что у нас изменяется внутренняя среда. Происходит так называемая веслаковка организма. И в результате начинается там или сям идти разного рода сбои в работе. Так не проще ли, зная очищение организма и понимая откуда оно в первую очередь идет, все это нормализовать? И я вам, как светоч народной медицины здорового образа жизни, рекомендую в первую очередь понимать, что большинство заболеваний, не все, большинство заболеваний начинается с того, что организм загрязняется. И самый главный загрязнитель, особенно если у человека проблемы со стулем, это толстый кишечник. Надо его почистить. И кстати, древние, древние врачи говорили, что очищение толстого кишечника с помощью очистительных клизм позволяет уже лечить 80% заболеваний. 80%. Далее, понимая, что все виды обмена кровообращения совершаются в печени, а печень у нас как фильтр потихонечку загрязняется, и это показывает наше очищение печени, что то есть эффект от очищения печени, если все правильно сделано, сразу проявляется в том, что организм резко молодеет, резко молодеет, резко добавляется энергетичности, резко все меняется, из-за болеваний, которые были отскакивают так, знаете, одно от других, хотя до этого десятилетиями лечились с помощью лекарств, а тут только опа, то есть толстого кишечника, печени, и далее, что у нас остается, у нас остается вот эта межклеточная жидкость, из которой образуется лимфа, и так далее, так далее, там, вот это очистить, почему голодание так универсально действует, потому что оно в первую очередь выгребает из организма буквально такие килограммы, а то даже десятки килограммов разного рода шлаков, дерьмица, и после правильного восстановления организм расцветает, исчезают проблемы там с пищеварением, с кровообращением, разные суставные боли уходят, человек становится подвижнее, больше энергии, возрастает потенция, в конце концов, почему вот это не изучается, а какие-то, знаете, бесполезные знания, я за всю свою жизнь понял, что существуют знания полезные, которые ты применяешь, они действительно работают, я их опробовал и получил прекрасные результаты, я вот перед вами сижу, какая энергетика, какая мощь, вот, и есть бесполезные, когда вот тут в рецептах закопался, это тот, это сет, попал рецептом, не попал рецептом, получил, не получил, потом то, и некоторые говорят, и я спасаюсь всю жизнь тем, что что-то там такое делаю, и наконец-таки для того, чтобы мы опять свой организм не зашлаковали, мы меняем образ жизни, меньше едим той пищи, которая нам не свойственна, сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое, совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья, главное, вкусно поесть, мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Двигаемся, с радостью живем, смотрим, то есть сознание у нас спокойненько, вовремя ложимся спать, вовремя встаем, все, а то получается, знаете, вот, Леру Кудрявцеву я как раз смотрел и там актриса рассказывала, я до этого, она здоровая тетка так была, в 17 лет, она, значит, 12 раз подтягивалась на перекладине, в 17 лет, девушка, и пробегала там 100 метровку за 15 секунд, то есть это здоровый покой, и в 64 года или даже раньше, в 62, только опа, инсульт. и заново все, ходим, 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 и что она говорит, а я теперь ложусь в 8 часов спать, а кто тебе мешал в 8 часов спать ложиться, нет, тогда же надо было там вот, деньги зарабатывать, еще кто-то что-то делает, еще что-то делать, хотя можно и деньги зарабатывать, и соблюдать распорядок дня, ритм, не хотела, а вот теперь хочешь не хочешь приходится. И решать эти вопросы в соответствии с требованиями, их такое огромное количество, чтобы тоже учесть не было. Что за требования? Вот понимаете, какие-то требования, какие-то, вот что-то, какая-то, какая-то гора, чего-то нагорожено, какие-то требования, и так далее, и так далее, и так далее. Да вы посмотрите, здоровые люди, единицы, единицы. Требование одно, чтобы человек был здоров, если он хочет. Я вам как раз рассказываю, если вы хотите быть здоровыми, меняйте свой образ жизни. Это самое первое, основное, меняйте свой образ жизни на такой, чтобы ваш организм в нем работал нормально. Потому что образ жизни настолько неправильный, ненормальный, что он дает нагрузку на организм. Организм постоянно находится в каком-то внутреннем стрессе. Количество, грубо говоря, разного рода шлаков, разного рода вещей, и так далее, и так далее. Огромно. Мы еще о паразитах, не касались особо. И противопаразитарку надо применить. То есть, я вот хожу там, кофейка, иногда так выпью. Что я вижу? Наряду с кофе продают вот эти все, как там их называют, вот эти курилки. Электронные курилки, и молодежь курит, пускает дым, и считает, что все это нормально, и так далее. А потом, от опускавшей дыма, от которого, которые все эти частицы наводняют организм, начинаются разного рода заболевания. И вот тут они пытаются, пытаются лекарствами что-то сделать. Это как, знаете, вот силикоз, когда шахтеры, добывая уголь, работают в забои, и там мелкая угольная пыль. Они дышат этой мелкой угольной пылью, она проникает и через вот эти вот респираторы, и так далее, и потихонечку откладывается на легочной ткани, и человек начинает болеть легкими, вот этим силикозом. Точно так же, вот эти все эти курилки, мурилки, они всасываются, и все это заполняет. Только здесь, вот этот шты пыльный, он более крупный, он осыдает в легких, а вот этот, продукты горения от сигареты, от вот этих всех курилок там электронных, они проникают туда в круг, и откладываются чуть ли не в каждой клетке. Попробуй потом оттуда все это достать. И даже человек не подозревает, и не понимает, что с ним произошло, почему он заболел. Но это все решаемо, все можно решить. И вот сюда-то надо направить научную мысль. Был бы у меня средства, штат, институт, я бы как раз, то есть, работал в этом направлении, и создал бы то, что действительно работает гуманно, эффективно, показательно. Поэтому больной находится в зоне риска, больному приходится общаться с врачом, общаться с разными блогерами, которые ему советуют налево-направо, то выпей, то это съешь. Вот смотрите, то выпей, это съешь. Врачи, блогеры и так далее, тому подобного. Не понимая того, что я вам сказал, единого подхода к организму, это очищение организма, в первую очередь, чтобы нормализовались функции, которые с возрастом человек загадил, и он их буквально-таки задушил внутри себя, и пытается с помощью лекарств вернуть. То есть, очищение организма на уровне толстого кишечника, на уровне печени, и, наконец-таки, на уровне жидкостных сред организма, делает, как бы сказать, вам дает новую жизнь, вам дает буквально-таки новое тело, которое вы закрепляете далее с помощью правильного питания, распорядка дня движения, и, естественно, умственной своей активности, чтобы у вас вот эти вот эмоции, которые, то есть, чтобы человек научился управлять своим сознанием, чтобы он не порождал разрушительные эмоции, которые разваливают, в конце концов, его организм на физическом уровне, и потом он опять что-то там такое, там выдумывает, и так далее, и так далее. Вот в чем сила, а все остальное, знаете, вот все это, кажется, бредня, бредовая, научная, околонаучная, или еще там какая-то. И вот когда вы вот это все поймете, вам станет как-то все это ясно, понятно, что большинство проблем вы можете решить самостоятельно изменением образа жизни, без всяких там советчиков и прочих, 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 прочих. Вот в чем сила, красота того, что я предлагаю. Но это даже не я предлагаю, а это все было известно до меня. Но благополучно, благополучно, будем говорить, вот этими вот обилиями этих болезней, лекарств, советов, и так далее, благополучно, знаете, скрывается, как человека в туман какой-то, знаете, окутали, что он ничего не видит, он ничего не знает, он ничего не понимает, и якобы он ничего не может, только мы можем, мы, мы. Но я, да и вы, прошли свой путь через больницы, через лечение, и что толку? И только вот измени, вот о чем я вам говорю, вы получили хороший эффект. Мы сегодня поговорим о том, как лечиться от тех или иных болезней, спасаться от них, от оставшихся там 53 тысяч заболеваний, которые не являются угрожающими потери жизни, потери органа, или потери функции этого органа. Вот болезней очень много, и мы с вами... Так вот болезней очень много, и все эти болезни, вот это все, знаете, обилие болезней, вот представьте себе, ствол дерева, дает ветки, и на этих ветках листья растут. И вы знаете, если вы начнете лечить каждый листочек в отдельности, это каждая болезнь будет, то у вас тут какое-то... что-то непонятно будет. Но если вы поймете, что оказывается, вот эти вот листики-то болеют из-за того, что корень недополучает там определенных веществ, того, сего, пятого, десятого, то есть надо начинать с корня, облагородить обстановку вокруг него, чтобы он полноценно питался, и тогда листики будут нормально. А так мы все... вот это огромный сон этих заболеваний, и мы запутаны. Якобы надо их лечить. Вот этот листик. Да не листик надо лечить, надо лечить корень. А как его лечить? Да просто-напросто создать ему необходимую среду для того, чтобы он нормально питался. Так точно и мы. У нас питаются клетки. Но эти клетки, они погружены в жидкость, в раствор. И если меняются характеристики этого раствора, естественно, начинают давать сбой клетки. Потому что они задыхаются, как мы, допустим, задыхаемся, а экология изменилась, мы задыхаемся, мы не можем там дышать. Поэтому вот что нам надо. А не то, что, будем говорить, вот этот листик мы там протрем, там по пшикам на него, еще там что-то сделаем. И так далее. То есть, видите, насколько разный подход. То, что я вам предлагаю, как светоч народной медицины и здорового образа жизни, и как вот научная медицина пытается, значит, лечить вот эту болезнь, ту или иную. Послушаем дальше. Можем, ну, наверное, представить совершенно здорового человека, которому комфортно, который может делать все, что угодно, он энергичен, он активен, у него все получается. Можем мы сказать, что у него нет ни одной болезни? Да нет, конечно. Как дальше пойдет речь? Нету просто человек недообследован. И вот это тоже, знаете, является таким, как бы сказать, оглупляющим фактором, то, что наше самочувствие, наша, будем говорить, оценка самого себя с позиции здоровья, она, значит, как бы сказать, исчезает. Только вот диагнозы, только вот какие-то, значит, анализы, вот покажут, что то, что пятое-десятое. Да, все это меняется в течение жизни, все это меняется. На одном этапе мы здоровы по, грубо говоря, до 20 лет мы здоровы там, согласно этого возраста, с 20 до 40, там согласно этого, с 40, там до 60, соответственно, этого возраста. И не надо тут что-то там приписывать 60-летними, что он должен быть такой, как 20-летний. У людей десятки болезней, о которых они не знают. Говорят, нет здоровых, есть недообследованные. Ну вот десятки здоровых, понимаете, вот вместо того, чтобы мы с вами разговаривали о здоровье, а я пытаюсь больше с вами говорить о здоровье, как его поддержать, как его сохранить, с помощью том, образно-волевых настроек, с помощью вот этой вот гимнастики эмоциональной, когда тоже поднимают, с помощью там того, всего 5-го, 10-го, все вот про болезни. Про болезни. Больше в уме нету. А вы здоровье притягиваете. А что надо делать для того, чтобы быть здоровым, а не лечиться? Эти болезни есть, и мы эти болезни с вами должны либо не допустить так называемая донозология есть. Нозология – это болезнь, это перечень болезней. Значит, есть донозология – это или предболезнь. Вот чтобы этой предболезни у нас не было, чтобы мы вообще не думали о какой-то предболезни или еще, чтобы мы думали о здоровье, как его поддержать, с помощью чего его поддержать. То есть, видите, совсем в другую сторону направлено. Я направляю на здоровье, а тут направляют, что вот что-то тут надо бороться с болезнями, которые вот-вот-вот на тебя это самое нападут. Разный совершенно подход. И уже человека, человека, вместо того, чтобы сказать, ты здоров, красив, молодец, продолжай так, тебя уже пугают вот этими несуществующими болезнями, что, мол, ты недообследован, там может у тебя так пойти, то пойти. То есть, вот у человека есть состояние, когда еще не наступило заболевание, но оно может наступить. Зона риска возникновения рака, возникновения туберкулеза, возникновения того или иного заболевания. И эти ситуации, которые у человека есть, они порой бывают взаимоисключаемые. Ну, скажем, тот же самый туберкулез, человек, который находится в нехороших условиях, влажность, сыра, холодно, плохое питание. Ну, позвольте, вот зона риска, да, что, то есть, зона риска, ваш образ жизни. Вы живете в зоне риска. Здесь у вас сыра, неотоплено, прокурено, туда-сюда какие-то люди непонятные ходят, неизвестно, чем вы там питаетесь и так далее. Что? Вы не можете вот это все поменять, создать себе условия. Кто за вас это будет делать? Кто будет ликвидировать эту зону риска? Опять-таки, что такое выход из зоны риска? Это смена образа жизни для того, чтобы оставаться здоровым. Не хотите? Ну, пожалуйста, тогда закономерно вы идете к тому или иному заболеванию. Закономерно. Вот если у вас есть какое-то заболевание, вы в течение жизни его потихонечку наживали и получили. А теперь? И так далее. Он подпадает вот под возможность заболевания туберкулезом. Значит, и с ним надо вести профилактическую работу в одном направлении. Человек, у которого есть проблема с диабетом? Ну, в каком вот направлении? Вот в каком направлении? Что-то с помощью лекарств? В каком направлении? Ну, ладно, послушаем. И диабет. В каком направлении? Ты этот вафли ешь, сладкий чай пьешь, грубо говоря, у телевизора лежишь на диване? Как, как? С помощью чего? У него, наоборот, излишнее питание. Он находится в других условиях. Там надо в другом направлении вести. Часто эти вещи пересекаются. Поэтому... Ну, часто эти вещи пересекаются. С помощью чего вы вот это вот должны сделать? То есть, это, грубо говоря, ну, предзона риска, да? Что-то вы идете к врачу и он говорит, о-о-о-о-о-о! Слушай, тебе теперь надо от сахарного диабета то-то принимать, а тебе от этого самого, от туберкулеза то-то принимать, а у тебя суставы а суставов то-то принимать, и все, всю жизнь теперь уже Все. Либо же, либо же, ну, понимаете, вот стоит перед нами вот эта вот простота и истина. Либо же изменить свой образ жизни, который приводит вас, пока привел к предболезням. Вот именно на стадии предболезни. Потому что когда человек здоров, молод, у него хватает жизненной энергии и всего, он там прет, чем только они занимаются, естественно, он истощает себя, зашлакует. И вот он находится в предболезни. Он уже очищает, что он уже не тот, что он раньше, в 20-30 лет. Он уже не может там того-то делать, всего-то делать. Но пока вот в этой зоне предболезни можно мириться, да там покашлял, да там немножечко там сахарок там скакотнул, там давление поднялось. Тут еще, значит, суставчик немножечко там, там стрельнула поджелудочная железа, там головная боль, тут и ушко, мушка и так далее. То есть с этим можно мириться. Так вот, оказывается, на этой-то стадии надо пересмотреть свой образ жизни, о котором я вам говорю, написаны книги, целительные силы, основы здоровья, для того, чтобы вот это предболезненное состояние убрать. И когда человек действительно начинает заниматься о том, о чем я вам говорю, он с удивлением вдруг чувствует, что он в 40-50 лет чувствует себя так, как он не чувствовал себя в 20 лет. У него больше энергии, у него лучше гибкость, у него как-то больше жизненности. Голова лучше работает. Мы должны выработать тот режим, который позволил бы человеку избежать огромного количества болезней или остановить их в самом зародише, в самом начале. Но, опять-таки, это делается с помощью изменения образа жизни, о котором я так только что рассказал. Вот на этой стадии ловится, а не на той, когда уже, знаете, человек доведен, доводит сам себя до отчаянно, что он уже не может спать, у него болит желудок, у него не гнутся суставы, у него там чешется там где-то там постоянно и так далее, и так далее, и так далее. То есть ему уже невозможно жить нормально в своем организме, как в доме. И он идет к врачам, несет весь этот багаж, который он накопил, и говорит, ну помогите мне. А тебе, да сейчас мы поможем. И таблеточками, 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 пытаясь что-то скорректировать. А мы уже знаем, что это гармоничная система организма, в которой что-то тронул одно, естественно, отражается на другом. И причем неясно и непонятно, как это отражается. Кстати, многие лекарства содержат в своих инструкциях так называемая перечень побочных действий. Если мы с вами меняем образ жизни, то мы можем обойтись без этих побочных действий. И в итоге это лечение заводится в такую трясину, с которой вообще невозможно вырваться. И вот тут-то наступает отчаянное. Ай-яй, ой-ой, ай-яй. И готов человек сделать все, что угодно. Пить, хлебать, мазаться. Вот все, что угодно. Вместо того, чтобы опять-таки подключить свою голову и понять, чего это начинается. И как это легко убрать. Вот здесь мы опустим целые, так скажем, залежи информации в отношении лекарственной терапии, воды лечения. Есть целый ряд больного лечения, санаторно-курортного лечения. Мы понимаем, что это уже технологии определенные, они отлажены. И люди ими пользуются. Ну или пользовались при советской власти. У нас тогда там по два раза в санаторий можно было съездить. И санаторно-оздоровительная сеть была огромная. Потом профсоюзы все попродавали. И мы находимся... Вот смотрите, были санатории. Так вот в этих санаториях, ну да, там медицина применяла свои, как бы сказать, технологии, для того, чтобы человек поправил свое здоровье. Но опять-таки, если бы мы там чистили толстый кишечник, есть колоник машины, пожалуйста, промывают толстый кишечник, чистили печеночку, пожалуйста, даже процедура разработана, так называемый тюбаж. Умудрялись бы с помощью сокотерапии почистить вот эти все свои жидкостные среды. И привить человеку, слушая, ты должен вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот питаться. Научить его правильно питаться. Значит, избегать эмоций, регулярно прогуливаться, вовремя ложиться спать. Вот это уже приносило бы реальную пользу. Нежели если болят суставы, сейчас мы вот это вот сделаем. Тебе, допустим, какие-то там мази радоновые, ванны, еще что-то. Да, это, несомненно, там помогает. А в некоторых случаях ведет к таким обострениям, что человек пришел на своих ногах, а с санаторно-курортного лечения его уносят на носилках. Ну, у нас был такой случай. Вот тогда это совсем другое дело. И это вот так оно должно быть. Для того, чтобы санатории показывали человеку, что мы действительно над тобой поработали. И вот эта наглядность. Мы чистим толстый кишечник и показываем, что выходит с тебя. Мы там очищаем тебе курс от паразитов. Ага, показываем, что там у тебя там имелось. Вот эта слизь вываливается там и так далее, и так далее. То есть человек согласен платить денежки. И он понимает, что с ним делает. Что меняют ему жидкостные среды, очищают толстый кишечник, нормализуют работу печени. Учат, как пользуются своим сознанием, движения, распорядок дня. Вот результат. Он здоров и согласен опять прийти, заплатить денежки и получить огромную пользу. А не то, что вот так вот, вот, вот. Довольно сложная ситуация. Если есть санаторий, то денег на него хватит только у афигартов. Вот, чтобы этого не было. Вы знаете, вот опять-таки, вот с этими вот санаториями и денег там хватит. И я на канале вам показываю, рассказываю целебную кулинарию. Целебная кулинария, где вот вам могут впарить какой-то чудо-препарат, якобы он содержит там витамины и так далее, и так далее, и так далее. Но на самом деле, неизвестно, с чего это витамины сделаны, какой срок хранения, и пятое, пятое, десятое и так далее. А тут вы проращиваете зерно, вы его перемалываете в блендере с кисломолочным, добавляете меткалии, там еще что-нибудь выпиваете. И вы сразу чувствуете, вы видите, что действует. В пророщивающем зерне, грубо говоря, огромная масса этих витаминов, которые в первую очередь нам нужны. Там содержится жизненная энергия, которая в продаваемых витаминах не содержится. Так что не думайте, что именно вот что-то там такое, надо за это отдать деньги. Так вот я занимаюсь своей вот этой вот гимнастикой, которая развивает жизненную энергию. Бесплатно, понимаете, я ее добываю, нежели кто-то вам массаж делает, и за этот массаж скажет, вот эту вот сумму дайте нам, а этот еще что-то сделает. На канале я вас учу, как вы без всего этого можете обойтись. И именно по этой причине я являюсь самым большим врагом международной медицины, потому что учу, как обойтись с помощью тех же научных знаний, но без всего вот этого. Мы должны каждый день жить так, чтобы не ухудшить состояние своего здоровья. А это как раз здоровый образ жизни, о котором я вам говорю. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих-прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья. Есть особый день в году, наступает темноту, Новым годом он зовется, и для всех людей дается. Шелестят конфет-отвертки, там мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, 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 веселись народ, наступает, 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 Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он в таргер нам дает, радость и любовь ласет, это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебство к нам вернулось, волшебство к нам вернулось, и для всех людей дает, наступает, 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 Новый, Новый год. Веселись, веселись, веселись народ, наступает, наступает, Новый, Новый год. Субтитры создавал DimaTorzok